Ровно 35 лет назад, в апреле 1986 года, произошла крупнейшая техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской атомной электростанции. В ее ликвидации участвовало около 600 тысяч человек и более 800 из них – жители Твери. В памяти об этом событии в Тверском городском музейно-выставочном центре открылась выставка фотографий. Весной 1986 года Борис Грушко проходил обучение в Академии химзащиты и прибыл в Чернобыль на должность начальника службы радиационной безопасности. Он прекрасно понимал, что такое ионизирующее и радиоизлучение, и чем оно чревато. В его задачи входили радиационная разведка, уборка с крыши третьего энергоблока зараженных частиц, дезактивация вертолетов и машин, которые находились в зоне заражения, выполнение поручений научных сотрудников. Когда я первый раз подлетел к реактору, тогда еще не было саркофага, был разрушен четвертый блок, конечно, ощущение мрачновато. Я не хочу сказать, что я такой смелый герой. Конечно, я смотрел на это, смотрел на приборы, которые зашкаливали. Я понимал, что происходит, но мне надо было самому увидеть то, что происходит. А дальше мы уже летали, выполняли задачи. Все кадры, представленные на выставке, посвященные 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, Борису Грушко хорошо знакомы. Это транспортный вертолет Ми-26, который поливал пораженную территорию специальным раствором и прибивал радиоактивную пыль. Здесь виден могильник, где захоронена техника, которая побывала в опасной зоне. Символично, что первыми посетителями выставки, помимо самих участников, ликвидации последствий катастрофы стали школьники. Человек, не знающий историю, допускает подобные ошибки. Чтобы этого не было, нужно помнить об этом. И вот эта выставка говорит наглядно о том, что это нужно людям, чтобы люди знали и помнили, и такое не повторялось. Выставка открыта для всех желающих и будет представлена до 29 апреля.